Беспроводной триммер с шестью гребнями и насадка для зоны ушей и носа. В этом видео рассмотрим триммер Philips MG373115. В комплекте есть шесть сменных гребней, стенд для хранения насадок, триммер для носа и ушей, щеточка для чистки лезвий и зарядка. Корпус триммера сделан из пластика. Устройство легкое, весит чуть меньше 300 грамм. Ручка во время работы не скользит за счет прорезиненной вставки. В центре корпуса находится кнопка для включения и выключения устройства. Внизу корпуса расположен разъем для подключения зарядного устройства. Эта модель, как и большинство аналогичных, беспроводная и работает от аккумулятора. Для проводной зарядки триммеру потребуется 16 часов. Этого хватит для бесперебойной работы в течение целого часа. Обратите внимание, что у этого триммера самозатачивающиеся лезвия, которые выполнены из стали. Лезвия остаются стабильно острыми даже спустя несколько лет регулярного пользования триммером. Это удобно, ведь вам не нужно будет постоянно думать об их замене. В комплекте с устройством идут 6 гребней для разных задач. Два гребня подходят для подравнивания щетина. Они смогут создать длину 1,2 мм. Другой гребень – регулируемый. Его длину можно настроить от 3 до 7 мм, и он отлично справится со стрижкой бороды. Последние три гребня для создания длины 9, 12 и 16 мм. Вы можете использовать их для коррекции стрижки. В комплекте есть насадка для зоны ушей и носа. Она комфортна и безболезненно подстригает нежелательные волоски в этих областях. А еще к этому триммеру прилагается удобный стенд для хранения устройства и всех аксессуаров. Обратите внимание, что триммер подходит только для сухого бритья. Промывать под струю воды можно только съемные детали. Для более качественной очистки устройства воспользуйтесь щеточкой, которая есть в комплекте. Как итог, триммер Philips отлично подходит для бритья, подравнивания бороды, создания стильной щетины и придания четких контуров на любых зонах лица. А еще он подкупает богатым набором аксессуаров. Шесть сменных гребней, самозатачивающиеся лезвия, насадка для носа и ушей и удобный стенд для хранения устройства. Субтитры создавал DimaTorzok